Уважаемые участники международной конференции по вопросам микрофинансирования в Крымской Республике, прежде всего я бы хотел поблагодарить организаторов конференции. Это Национальный банк, прежде всего, это ряд подразделений правительства. Но прежде всего выразить благодарность нашим партнерам по развитию. Это и Всемирный банк, и Международный валютный фонд, Азиатский банк развития. GIZ, KFW, Международная финансовая корпорация. Те из вас, кто принял участие в нашей конференции, а также имеет за плечами большой опыт работы в этой сфере. В этой связи еще раз воспользуюсь случаем поблагодарить вас за данную работу. Вообще, трудно представить развитие нашей страны в сегодняшние дни, если бы у нас не развивался микрофинансовый сектор. Мы очень быстро забываем старое, но история развития системы микрокредитования в нашей стране, она уникальна. Если мы посмотрим на другие регионы земного шара, то поймем, что действительно она уникальна. Она развивалась, прежде всего, с участием наших доноров. Очень быстро доноры поняли, что именно борьба с бедностью, доступ к финансированию является одним из ключевых тормозов для развития экономики борьбы с бедностью. Начата работа была в 90-е годы, в 2000-е продолжались, проходило тестирование. И все мы обнаружили, что население очень ответственно относится к обязательствам, которые на себя брало. И тот оптимизм, который сложился в предыдущие годы в отношении качества микрокредитного портфеля по республике, он создал еще больший оптимизм для еще больших вливаний. В настоящее время микрокредитный сектор демонстрирует по-прежнему беспрецедентный рост. Я здесь хотел бы подчеркнуть, что материалы, которые нам розданы по динамике развития микрокредитного сектора, они вводят всех на заблуждение. Прежде всего, потому что из статистики прошлого года убрано по совершенно правильным юридическим моментам банк Батюшун, который самым был большим портфелем. И получается, мы видим цифры, при которых отсутствие имеет рост микрокредитного сектора последний год. Но это неправильно. Я вот взял и пересчитал сам сегодня все эти данные. Если мы посмотрим на капитал, то, включая Батюшу, то по капиталу рост за год более 17%. У нас написано в справке, что у нас тут 11%. По банкам капитал в прошлом году рост 16%, тоже неплохой, но по микрокредитному сектору все равно происходит увеличение. По активам, если мы добавим Батюшу, то рост активов не 3,8%, а 34%. По сравнению с банковской системой, которая тоже продемонстрировала хороший рост, 27%. За один год мы всем можем гордиться данным фактором. По кредитному портфелю очень важно. В целом, добавив Батюшу, мы получаем кредитный портфель порядка 24 миллиардов сумм. По микрофинансовому сектору плюс Батюшу и рост 26%. По банковскому сектору 34%. Таким образом, мы не имеем замедления в данном секторе. Вот главный вывод, который я бы хотел сегодня подчеркнуть. По количеству заемщиков, Кыргызстан, вот председатель Национального банка сказал, является уникальной страной. Порядка 15% взрослого населения кредитуются в микрофинансовом секторе. Это, я считаю, тоже может быть один из рекордов, которые наша страна может гордиться и которые являются уникальными не только в нашем регионе, но и повсеместно. Здесь очень важно подчеркнуть, что сельский, как правило, кредитополучатель несет очень высокую моральную ответственность за выплату кредитов в срок. Это связано и с тем, что местные сообщества очень близки друг к другу, и по культуре рыбецкого народа иметь долг – это грех. По существу высококачественная обдача кредитов связана не просто с тем, что у нас специальные люди, но и с тем, что есть здесь определенные культурные традиции. В этой связи у нас оптимистические ожидания. К сожалению, в настоящее время общий кредитный портфель банковской и небанковской системы составляет примерно 20% ВВП, с ростом кредитного портфеля растет и ВВП. Это маленькая цифра, нам надо всем сделать так, чтобы эта цифра выросла значительно. А здесь мы призываем инвесторов, тех из вас, кто уже инвестирует в этот сектор, быть еще более активными. Экономика растет, потребность финансирования ее растет также. Что касается вызовов, мы все быстро забываем, этот год начался спокойно. В 2012 году, в 2013 году были очень большие, так скажем, попытки раскачивания ситуации со стороны, прежде всего, вкладчиков, которые не исполняли свои обязательства. Но здесь и правительство, и Национальный банк сделали все возможное для того, чтобы успокоить ситуацию. Определенная часть эмоций нахлынула и на парламент. Мы в прошлом году были свидетелями целого ряда дебатов, как нам быть с недобросовестными кредитными учреждениями. И здесь мы, я считаю, обошли вот эти шторм с достаточно небольшими потерями. Что касается будущего, здесь пример, дать еще ему, очень важен. Вы сидите, вы благодарим вас за такую работу. Мы теперь предполагаем поддержать и компанию «Финка», вот с Национальным банком, которая заявляла уже достаточно долгое время о необходимости получения банковской лицензии. По субъективным причинам она не выдавалась. Мы эти причины должны исключить. На очереди компаньон, еще одна наша системная компания. В этой связи, конечно, мы должны содействовать получению ими банковской лицензии с целью, прежде всего, увеличения их инвестиций в экономику от нашей страны. У нас, конечно, есть вызовы. В этой связи я бы хотел сказать, что работа идет в рамках стратегии развития для микрофинансирования с 2011 по 2015 год. Мы, конечно, должны продолжать работу по увеличению финансовой грамотности. В 2012-2013 году у нас проходили очень серьезные дебаты с ассоциацией микрокредитных организаций с целью инвестирования части финансового человеческого капитала для информирования населения. Часть все-таки населения должна была знать более глубже о самом процессе микрофинансирования. Государство также прямую принимает участие в финансировании экономики. В прошлом году мы начали впервые беспрецедентную кампанию субсидирования процентных ставок по финансированию фермеров. Такого никогда не было. 4 миллиарда сом при нашей достаточно слабом бюджете были выделены на эти средства. Программа показала свою реальную эффективность. Поэтому данный портфель плюс та прибыль, которая небольшая поступает, плюс дополнительные ресурсы позволяют нам уже сейчас выдать более 5 миллиардов кредитов уже по настоящий срок. Фермеры и крестьяне очень активно пользуются и с большой ответственностью относятся к данным вопросам. В настоящее время в нашей стране идет масштабная работа по привлечению финансирования в экономику. По тем процессам, которые у нас идет по вступлению в таможенный союз, у нас, мы надеемся, будет еще больше доступ к финансам, длинным дешевым ресурсам. И значительную часть этих ресурсов мы предполагаем направить в реальный сектор кредитования. В том числе через лизинговые операции, через ипотечные операции, а также по оптовому кредитованию коммерческих банков в отношении расширения их собственного финансирования. Поэтому здесь мы находимся сегодня на таком оптимистическом волне. У нас очень хорошие цифры по динамике развития. Банковский сектор, микрофинансовый сектор – это кровеносная система экономики. И мы должны, чтобы эта система, как у хорошего, здорового тела, работала еще лучше. Я хотел пожелать бы всем участникам конференции для очень амбициозной программы, которая заявлена, больших успехов в вашей работе. Спасибо.